Всем привет! Вы слушаете очередное включение с конференции DevOps.com в Russia 2018. А после запинки, кстати, вообще молодцом. Да, я смог исправиться. Но, как вы уже услышали, здесь нахожусь не только я, он же CS Diamond. У нас сегодня большой состав, расширенный подкастеров в SEA, Russia и все такое. И DevOps. Да, и DevOps тоже. Уже два голоса вы услышали, но давайте по порядку. Антон? Он же голодный. Да, он же голодный, да, из Иркутска. Всем привет. Привет. И Иван. Это я. Из подкаста DevZen. Вот. Но, на самом деле, здесь записываются не только подкастеры, чтобы вы не переживали. Рядом с нами еще сидят ребята из Авито. Это Сергей Носков и... Александр Лукьянченко. Хорошо. Вот. Спасибо тебе за подсказку. Ребят, вы буквально... Вот сейчас у вас были два доклада. Вы оба, в общем-то, выступали. Рассказывали там и про всякие секреты, управление секретами. Ну, то есть, какие-то темы, связанные с информационной безопасностью. И говорили про архитектуру, все вот эти наши современные деплойменты, Истео, там, сервис, Меш и прочие базворды, какие есть. Да, давайте, наверное, по этому попробуем поговорить. Но вначале, вначале расскажите чуть больше про себя, просто чтобы понять, кто вы там, чем занимаетесь. Давай, Саш, наверное, ты начни. Да, начну с тебя. Я работаю в юните архитектуры в Авито, и я занимаюсь, как это следует из названия, различными архитектурными моментами. То есть, мы делаем платформу для наших разработчиков для того, чтобы они могли легко и быстро делать какой-то новый функционал. То есть, они запиливают какие-то фичи в виде микросервисов, затем их выкатывают в окружение. И наша задача стоит в том, чтобы они это могли делать просто, легко, вообще не думать об инфраструктуре и всех инструментах, которые они используют. Поэтому мы всегда исследуем и внедряем какие-то новые технологии, которых как раз я сейчас рассказывал на конференции. Ну, хорошо, да, потом мы углубимся в подробности. Да, и Сергей, тоже скажи чуть-чуть. Я работаю в юните информационной безопасности. Я темлит направления, которое занимается безопасностью платформы. То есть, именно безопасностью архитектуры. У нас есть отдельное направление, которое занимается продуктовыми всякими штуками. И как раз взаимодействует с разработчиками, со всем остальным. А наше направление как раз ответственно за безопасность кубернета, за безопасность, собственно, оставшейся там инфраструктуры. То есть, железных серверов, контейнеров и всего остального. Плюс на нас же еще аутентификация, авторизация и офисная инфраструктура тоже в нашем направлении. Вот я всей этой командой управляю ребятами, которые этим занимаются. И там среди всего этого у нас вот HashCorp World и секреты. О, кстати, ну, собственно говоря, если ты уж про HashCorp и World уже начал говорить, это, собственно говоря, тема твоего доклада на конференции, на которой мы все вместе присутствуем, прямо сейчас в переговорке, в зале для митапов. Мы находимся на конференции DevOps.com в Russia 2018. И здесь просто сумасшедшее количество девопсеров, которые постоянно говорят, в том числе и про безопасность. Вот твой доклад вызвал некоторый интерес. Расскажи, пожалуйста, про него. Ну, суть в том, что до того, как вы решили управлять секретами, ваши секреты лежат где-нибудь. Они могут лежать там в каких-нибудь гид-репозиториях, кто-то их шифрует, кто-то нет. В общем, они хранятся, как правило, как попало. Никто не знает, как их хранить правильно, как лучше их хранить безопасно. И вот HashCorp Vault – это опенсорс-решение, чтобы их, собственно, хранить. И мой доклад, он такой просто обзорный. То есть, то, к чему мы пришли за два года, как мы в результате храним эти секреты, как мы делаем, чтобы разработчикам было нормально их читать, как мы с ними взаимодействуем, и где у нас сейчас с этим проблемы, и что можно с этим тоже как-то порешать, сделать, где можно все исправить. Слушай, ну, мне кажется, вот мы к докладам, мы вообще к темам не вернемся еще позже, потому что у Саши тоже был доклад. Пару слов буквально. Да, мой доклад был про новую технологию Istio. Как я уже сказал, мы занимаемся всеми вещами, начиная от создания микросервисов до выкладки их на продакшн, различное окружение. И, естественно, здесь большим куском работы является именно диплой и понимание того, что у нас развернуто в продакшне. Все две основные вещи. Первая – это observability, то есть мы должны понимать вообще, что у нас происходит в нашей системе. И второе – это предоставлять разработчикам возможность легко и удобно диплоить приложения микросервисы с различными подходами. И мой доклад как раз был о том, как можно это решать с помощью инструмента Istio, какие он возможности предоставляет, и вообще наш опыт, с какими проблемами мы уже столкнулись при использовании этого инструмента. А вообще как происходит процесс внедрения в своем юнити архитектуры? Какие-то новые подходы предлагаете? Как вы потом их внедряете внутри компании? Потому что сейчас, я так понимаю, у вас много отдельных групп. Каждый, скорее всего, варит немножечко по-своему, со своими технологиями. Как процесс распространения происходит внутри компании? Да, если говорить вообще полностью про процесс внедрения новых технологий, то у нас введен такой подход как Техрадар. То есть у нас есть общее хранилище тех технологий, которые мы используем. Они разбиты по нескольким основным группам, так же, как и в Sotworks. И каждый разработчик или DevOps, не важно, там, админ, может внести какую-то свою технологию, и пройдя специальные флоу, этапы, то есть там сначала проведя какое-то исследование, попробовав его там на какой-нибудь staging environment, там, в продакшне, описав это все, закрепив и пройдя все вот эти элементы, он может пропустить полностью технологию в продакшне, чтобы ее уже все в компании могли использовать. Не, ну смотри, хорошо, вот она прошла все стадии, вот, да, зеленый флажок, махнули, все, можем использовать, там, не знаю, истиу в продакшне. Как потом, есть ли у вас какие-то регламенты, или как вы потом, ну, вот есть команды, которые никогда его не использовали, да, вот они, в принципе, живут, их по большому счету, ну, наверное, все устраивает или не устраивает, да. Как происходит вот этот обмен, с одной стороны, вот этой коммуникацией знаниями, да, то есть понятное дело, что в первую очередь экспертиза появляется вот тех вот, той группы, скажем так, которая первой прошла вот эти все этапы, да, ведь дальше надо эту экспертизу помочь. Пошарить. Да, шарить, вот как это все происходит. Да, на самом деле унификация, это вообще очень важно в компании, особенно больших, то есть важно, чтобы технологии не разрастались, у нас не было огромного зоопарка. Вот для того, чтобы этого огромного зоопарка не было, мы как раз-таки поддерживаем этот радар, и со стороны нашей команды архитектуры мы обычно пушим технологии, которые считаем правильно использовать, которые нам помогают достигать и решать какие-то проблемы. То есть мы, например, разрабатываем там шаблоны микросервисов, добавляем туда сразу же библиотеки, которые проверены, их можно использовать, и все их начинают сразу же использовать. Вот если мы говорим про какие-то вещи там, как крутятся сервисы в продакшене, то мы разрабатываем все решения, связанные с Кубернетисом, настраиваем это все и опять-таки внедряем таким образом, чтобы всем этим было удобно пользоваться, все это использовали и узнавали об этом. То есть мы стараемся максимально шарить именно из нашего юнита все эти знания на компанию. Слушай, ну если я правильно тебя понимаю, то начиная новый сервис, разработчикам просто. То есть они взяли новый шаблон, в котором уже все вкомпилино, ну в смысле рядом собрано, лежит уже, и потом будет собрано все как надо. И норм, окей. То есть они взяли самый свежий опыт, самое все свежее. Но мы же прекрасно понимаем, что Legacy существует, и оно копится и копится. То есть достаточно там плюнуть в одном месте, и потом там нарастет такое, что ни одной половой тряпкой не ототрешь. Как, собственно говоря, происходит внедрение в Legacy какие-то проекты? Ну то есть вы что-то уже придумали, и оно не соответствует тому, что есть в другом проекте. Ну то есть уже там в продакшене оно работает, эффективно работает или неэффективно. Сейчас даже это не очень важно. Как вот вы вот этот транзишн это осуществляете? Это политическое какое-то решение или технологическое, или социальное? Ну если говорить о том, именно каким образом мы вообще портируем какие-то новые вещи в старые микросервисы, например, то здесь есть два момента. Первое – это мы пытаемся на сторону пользователей наших, то есть разработчиков сервисов, не выносить огромное количество логики. То есть это какие-то минимальные вещи, которые, скорее всего, там каждый день не изменяются. Это первое. А второе – если мы делаем какие-то вещи, которые нельзя в автоматическом режиме пропатчить в старые сервисы, то мы пишем специальный change-log файлы, по которым можно легко понять, какие действия нужно предпринять, чтобы привести свой legacy-сервис в соответствие с новой инфраструктурой, например. Но все равно ставите какие-то, я так понимаю, выделяете какие-то там буферы времени на то, чтобы, ну, все равно какое-то политическое сверху должно быть, да, потому что если человек, его сверху никто не пнет, ну, навряд ли он захочет что-то переделать. Они могут как не знать, так и не соглашаться с вами. Вот, вот, об этом и речь, да, да. То есть неизвестно, что хуже. Иногда незнание еще нормально. Ну, по поводу несоглашения, ну, опять же, я могу сказать, что большинство мы стараемся делать автоматически, а то, где нужна какая-то еще работа, мы всячески помогаем и переводим все новые технологии совместно с нашим пользователем. Вопрос, получается, по вашему совместному докладу. То есть у вас, ваша разработка, Сергей, это про безопасность, про секреты, которые где-то хранятся. Соответственно, внедрять их тоже должна инфра-команда, потому что… Ну, это не наша разработка, да. Ну, я имею в виду, вы рассмотрели этот вариант, вы поняли, что он должен использоваться в компании. Дальше, каким образом вы это внедряете? Через инфру тоже, через техрадар? Ну, на самом деле, как раз-таки именно удобный подход, как управлять, например, секретами и всем таким, занимаемся тоже мы. То есть мы разрабатываем инструменты уже верхним слоем поверх этой инфраструктуры, да, и скрываем это от самих разработчиков микросервиса, чтобы им это было удобно. То есть они просто прописывают декларативно основные сущности, которые им нужны, и дальше мы это уже разруливаем. То есть мы общаемся с командой безопасности, и это вместе делаем инструменты вообще, да. Вообще вот эта история с Vault, она достаточно интересная, потому что, если я правильно помню, то там достаточно серьезная история про то, как эти ключи шифруются, про то, как разблокирование происходит сам по себе. Ну, вообще вот эта вся история, все эти пароли, по сути дела, находятся в некотором таком черном ящике, и разработчик-то к ним, в общем-то, доступа особо не имеет. Ну, если надо имеет, мы ему выдаем доступ. А, вы выдаёте, да? Ну, вообще расскажи более подробно про ваш собственный кейс. Мы выдаём по запросу, потому что это дополнительные приседания, но и в целом мы просто понимаем, что разработчику обычно, ну, как правило, не надо, потому что у него есть какой-то пароль, он его вот положил в Vault, и он просто... В основном разработчики хотят думать про Vault, про какой-то ещё один сервис, с которым надо уметь работать, как можно меньше. Поэтому они стараются вот так вот, то есть, ну, большинство разработчиков, которым я задаю вопрос, вопрос звучит примерно так, я говорю, ты будешь этот секрет менять? Он говорит, нет. Я говорю, тогда давай я тебе выложу, и всё, и он у тебя будет приезжать. И вот это выглядит обычно так, я разработчику выкладываю, у него секрет приезжает, а я не парюсь насчёт того, что у него есть доступ сегодня, что завтра понадобится доступ тому, кто его заменяет и так далее, и тому подобное. Ну, в принципе, есть у нас команды полностью самостоятельные, команды, которые сами сказали, мы хотим сами секретами управлять, они у нас меняются, нам удобно менять, и команды, которым мы просто выдали доступ. Ну, слушай, я как это, не настоящий сварщик в Vault, поэтому могу спороть какую-то лишнюю чушь. Если я правильно помню, у Vault есть возможность хранить пароли в виде датабейс, ну, какой-то там, допустим, MySQL, да, там условно, и в виде файликов можно локально положить файлики и, соответственно, как-то с этим работать. Нет, Vault – это KVL-хранилище, REST-сервис. А, всё, окей. То есть, ты в него приходишь просто HTTP-запросом с указанием, ну, пути, префикс по факту, где брать, собственно, секрет. У него, кроме путей, у него есть специальные плагины, которые генерят пароли. То есть, ты приходишь за секретом, и в это время ещё что-нибудь происходит. Например, он идёт в базу, заводит там пользователь с каким-то временным паролем на час, например, и вот этот часовой пароль тебе отдаёт. У тебя эта сессия будет действовать час, но ты можешь там, я не знаю, в течение часа, например, ещё там на сутки приходить, этот пароль продлевать, если он у тебя нет. Но это отдельная логика Волта. То есть, он, на самом деле, система не только просто хранения, она вот ещё динамическая, там, аутентификация, авторизация, она в нём сделана. Слушай, а вот в целом, там ещё какая-то была такая мутная история про то, как вот это хранилище Волта, этого самого сервиса, оно как-то блокируется. Есть такая история про блокировку его. И чтобы его разблокировать, нужны мастер-ключи, которые там должен быть не один, как-то там вообще хитрик должен быть сделан. Ну, смысл в чём? Тебе это, когда кладёшь всё в уже персистентное хранилище, там, в базу, на диск, в любом, в каком бы то ни было виде, это надо, естественно, шифровать. Ты не можешь класть на диск в открытом виде. А, ну вот я хорошо говорю. Для шифрования Волт использует мастер-ключ. Но если использовать всего лишь мастер-ключ, один-единственный, то это будет единая точка отказа. То есть, у тебя будет человек, у которого доступ к этому мастер-ключу и который потенциально может его там скомпрометировать, утащить и так далее. В общем, это вот единая проблема. И поэтому там используется тоже достаточно известный алгоритм криптографический, он называется Шамир-сикрет-шеринг. Это просто вот продуманный математиками Шамир, это же математик, продуманный когда-то давно криптографический способ разделения ключа на части. Смысл алгоритма в том, что можно взять любое количество частей, ну, то есть там просто N частей, и потребовать, чтобы для расшифрования использовалось любое количество меньше, чем N. То есть, вот ты можешь разбить ключ на 100 частей и потребовать, чтобы 3 частей было достаточно. Можешь разбить ключ на 5 частей и потребовать, чтобы 5 частей было достаточно. Ну, понятно, можно так вот достаточно легко управлять вот этим вот, вот этой сложностью включения. Да, да. M и N выбираются, то есть, ты выбираешь просто какое-то количество людей, и из этого количества людей тебе только несколько человек должны прийти, тебе не обязательно собирать вот полностью. Полный кворум. тебе такой нужен вот кворум, который ты сам выбираешь. Слушай, вообще, вот, как ваша практика? Сколько времени потребовалось вам в Авито для того, чтобы внедрить, собственно говоря, вал? Ну, чтобы просто включить его и запустить, нам понадобилось очень немного. Это, ну, я не знаю, мы, наверное, за пару недель это сделали, потому что запускается он достаточно легко. Наверное, даже меньше за неделю мы, наверное, сделали. Там в основном вопросы политические, то есть, больше всего проблем, самая медленная операция, это пойти к людям и людям объяснить, сказать, вот, ребята, давайте... Все ключи больше в детей не лежат. У вас с паролями не очень, вы вот тут в конфлюенсе, объяснить всем риски, какие это несет, и вот с позиции рисков как-то с ними это согласовать и так далее. А насколько много пришлось доделывать уровни абстракции сверху? Библиотек, каких-то сервисов дополнительных? Волт сейчас используется сам по себе нативно. Для Волта мы написали, вот когда у него не было поддержки кубернесс, мы написали маленький демон с поддержкой кубернесс, сейчас это не нужно, мы выкинули этот демон. Ну, легоси остался какой-то, но сейчас мы его уже не используем. И написали маленькую клишную утилитку, которая нам просто некоторые... Ну, наша задача в Волте вот просто там несколько команд, вместо нескольких команд запустить одну, вот она нам просто эту задачу облегчает. Наверное, ну все, ну сверху мы практически больше ничего не накручивали. А, ну сейчас еще вот ГУИ, я тоже на докладе говорил, веб-интерфейс к этому всему, чтобы человек мог не к лишней утилитой что-то делать, а пойти открыть страничку, на страничке пойти на путь, и вот секреты нажать, редактировать его, удалить, создать новый. Вот это еще одна штука, которую мы доустановили, да, это внешнее решение, оно называется ГОЛДФИШ, и это было, когда Хэшкорп не открывал квалту свой ГУИ, сейчас они открыли свой веб-ГУИ, и даже ГОЛДФИШ вам не нужен, просто там в конфиде прописывать, включить ГУИ, и все, у вас ГУИ сразу из коробки есть. Слушайте, ну вообще, вот этот вопрос, который поднят, это именно количество времени необходимое на вот эти политические переговоры, когда вот есть новая технология или новый какой-то стэк, и когда мы идем, и, собственно говоря, даже мы не продавливаем, мы просто объясняем людям, что вот так как мы жили до этого, так уже жить нельзя, и нужно жить по новым правилам. Есть какие-то, ну не знаю, назовем их эмиссары, да, это те, кто ходят в группы, в рабочей директории, или это где-то на уровне руководства решается вопрос? Как внутри компании Авито все устроено? Ну, про архитектурную Сашу спросите, а я могу рассказать про секьюрит-чемпионов. О, давайте. Ну, это недавнее наше, не наше изобретение, но наша как бы тенденция, которую мы хотели внедрить. Секьюрит-чемпион. Секьюрит-чемпион это представитель безопасности в Юнити, поскольку компания как бы идет к тому, что появляется много вот маленьких независимых команд, пропадает информация о том, что делается в каждой команде. И поэтому вот сейчас от нас, от секьюрити, есть вот такая инициатива, что в каждом Юнити заводится человек, который, ну, по сути, сам, то есть достаточно инициативный товарищ, который будет в своем Юнити в курсе того, что происходит, и все секьюрити-вопросы будет, во-первых, Юнит двигать навстречу секьюрити, если это надо, и секьюрити будет двигать навстречу Юниту, если это надо, ну, вот, если надо двигаться вот в эту сторону. Вот. А в целом, чтобы стимулировать кого-то, мы, как бы, принимаем сейчас такую экспертную позицию, то есть мы, вот тоже у нас, как бы, вот мы сейчас в это пытаемся трансформироваться, именно мы пытаемся становиться центром экспертиз, то есть у нас есть несколько систем, которые мы сами поддерживаем, но в основном, если нам там что-то надо от тех же админов, вот от тех же, там, от того же Юнита инфраструктуры, то мы не делаем что-то сами для Юнита инфраструктуры, мы объясняем им риски, у нас есть просто подход, специальный, да, риск-ориентированный модель, но это в безопасности как бы стандартная тема, стандартная практика, мы просто берем Юнита и архитектуры тоже в том числе, и Юнита инфраструктуры, для Юнита инфраструктуры мы просто вот все системы, за которые они ответственны, мы для всех их систем оцениваем риски, рисуем модель, находим риски самые большие, и им это все обрисовываем. Мы надеялись, что в какой-то момент, мы до сих пор надеемся, что в какой-то момент это будут делать в том числе и секьюрити-чемпионы, то есть если это распространять на другие команды, если в другой команде есть тоже секьюрити-ориентед человек, что он сам для своих систем, для своих микросервисов сделает то же самое, что мы его научим строить эту модель, анализировать риски, что он проанализирует риски, ну, они анализируются там буквально выбором специальных полей, там, аффектит это пользователь или не аффектит это пользователь, там, не знаю, страдает репутация, не страдает репутация. То есть он, по сути, отвечает вот для каждой атаки, которую можно придумать на несколько вопросов и получает уже оценку числовую в результате которой, как бы он может приоритизировать, понять, какой риск для них важнее и, соответственно, на уровне команды уже они решают, собственно, принимать этот риск, каким образом его устранять, устраняет ли, а мы здесь уже такую консультативную роль играем, мы можем ему эту модель подправить, сказать, а вот тут у тебя на самом деле вот так. Или, и, естественно, мы ему помогаем там, если надо, устранить это все. А как найти секьюрити-чемпиона, как вы это делаете сейчас? Ой, это классно, отличный вопрос. Ну, у нас списочек просто, у нас список команды, список чемпионов. Нет, ты будешь секьюрити-чемпионом. Как их назначить? Ну, в основном, мы сейчас решали это через юнит-лидеров. Здесь серьезный вопрос, как они мотивированы, потому что, по сути, это люди, на которых просто ложится дополнительная работа, за которую они ничего не получают. Вот это сейчас для нас проблема. Мы пока окончательно не смогли ее решить, но вот на текущий момент мы надеялись, что это нам позволит сделать объединение их в такой комьюнити, потому что они будут такие, ну, то есть, через социальные подходы в том, что они будут там вместе, что мы для них там сделаем какие-нибудь тусовки, значки, какие-то курсы дополнительные по безопасности, но пока есть сомнения, что это будет работать. Ведь важно, чтобы он не совпадал с менеджерами команды, с тим-лидом команды. Да, 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 именно так. Потому что иначе это будет... Да, но ответственный за риски все равно юнит-лидер. То есть, чемпион это как бы точка входа, а ответственным все равно риски все равно несет. По сути консультант. Ну, да, да. У него все равно должен быть вес, опять-таки, то есть, должна быть именно экспертиза, чтобы ему люди должны были неформальны. Формальный лидер какой-то, да? Ну, да, да. Но в то же время не являющийся формальным. Ну, все-таки не совсем. Не обязательно быть лидером, скорее у него должно быть влияние именно на юнит-лидера, потому что он доносит риски. Ну, я говорю, вот экспертиза, что его мнение, оно пусть там, кстати, такое тени... Да, к нему должны прислушиваться, что это действительно важно, это имеет значение. То есть, как надо уметь быть экспертом и доказать свою точку зрения. Значение этому мы хотим придать как раз политически. Чтобы... Потому что security, ну, это, по сути, элемент QA. И поэтому мы, опять же, думали, что, возможно, у каждой команды будет что-то вроде вот такого светофора, какой-то комплексной метрики, крутости команды, в которой заодно будет учитываться, пишет ли команда тесты, оценены ли у команды риски, насколько у команды эти риски устранены и так далее. Что мы вот в этом вот скоринге будем участвовать. Слушайте, а вот про скоринг, вот это интересная тема. Я правильно понимаю, что вы сейчас в процессе разработки вот этого, так сказать, метода оценки команды, условно говоря? Ну, мы в процессе разработки только нашей части security. Я не могу за всю команду говорить, потому что security чемпионами занимается в основном продуктовое направление. И разработка этой методики и согласованием вообще занимается руководитель юнита. Поэтому я говорю, потому что я все это присутствую и делаю, но вот на каком-то прямо вот сейчас статусе я не могу сказать. Мы как security unit, естественно, пытаемся это внедрить, нам это кажется хорошей схемой, но мы пока это все пилотим, то есть это все еще пока недолго и не точно. Ну, понятно. Не факт, что работает. Не факт, что работает, это тоже, кстати, очень прикольно. Александр, тут возник вопрос. Вот эта вот история, про которую сейчас Сергей рассказывал, она предполагает, что вы команды пытаетесь оценивать с точки зрения, ну, в том числе и безопасности, и там какая-то комплексная оценка появляется у нее. Но вот с точки зрения новых, использования новых и старых технологий вот с точки зрения вот того самого радара технологического, где вы там, на самом деле, я так понимаю, что там каждая технология, которая попадает в ваш фокус, она проходит определенный путь, то есть она сначала поднимается из, там, типа, вот мы за ней наблюдаем, ставим эксперименты, потом она подходит для наших задач, мы ее используем, и потом она потихоньку вылетает как бы с этого радара, да, условно говоря. Собираетесь ли вы вот в этом семафоре использовать какие-то вот метрики, связанные именно с теми технологиями, которые на радаре используются? Ну вот именно там скоринг каждого юнита, например, не думаю, что будем использовать, а вот такой подход типа секьюрити чемпионов, на самом деле, если он взлетит и будет работать, то это прекрасно, мы сразу же сделаем архитектурных чемпионов, и там все... мы посмотрим, мы посмотрим, как у вас получится, а потом скажем, подержи мое пиво, да, и... Вот, то есть подход, он как бы хороший, но да, есть вопросы к тому, заработать ты или нет действительно эффективно. Насколько я понимаю, секьюрити чемпионы, это как раз-таки, ну, необходимость вызвана тем, что когда у тебя много вот этих команд, и они стали, по сути, изолированы, стали такие черные ящики, да, и безусловно, на уровне коммуникации тоже потерялось взаимодействие, ну, потому что, как бы, что, мы команда, мы свое там пилим, у нас есть с одной стороны бизнес, слой общения, да, вот как бы, да, вот секьюрити чемпионы, это просто другой слой общения на уровне какой-то безопасности, там, ну, есть архитектурный слой общения, да, мне интересно, Саш, как вы вот с точки зрения архитектуры и вот этих архитектурных каких-то решений, там, в помощи разработчикам, да, и при взаимодействии, там, с ребятами из безопасности, да, вот помогаете, то есть, что вы, best practices, да, которые вы на уровне как-то выработали, которые вы пытаетесь, с одной стороны, то, что можете автоматизировать, сами донести уже, ну, в смысле, да, внедрить просто, чтобы разработчики об этом не думали, да, и вот что из этого вы делаете, и, соответственно, есть ли какие-то вещи, которые именно как приходится, так сказать, как-то рассказывать, проповедовать, предлагать, да, разработать. Может быть, какой-нибудь кейс прям реальный, который вот последний у вас был и который удачно или наоборот неудачно завершился. Да, у нас на самом деле есть два подхода. Первый подход – это прямо, по сути, такой шеринг-экспертизы. Мы проводим воркшопы, рассказываем про новые технологии, то есть, например, мы относительно недавно, где-то полтора-два года назад начали использовать, например, GoLang, и мы, как юнит архитектуры, проводили тренинги, прямо обучали этому языку, чтобы команды продуктовые начали писать там вместе. То есть, любой человек там из любой команды, интересующийся, мог прийти к вам, послушать, там, поучаствовать, понять, пощупать что-то такое. причем это было прямо на уровне компании, то есть, цель была обучить все команды, и мы прямо по всем командам проводили наш курс, это первый. На самом деле, по многим технологиям мы так делали, вот, а второе, ну, к примеру, с Vault мы сейчас как раз разрабатываем решение, которое объединяется таким названием PaaS, с платформы как сервис, где мы сразу же все это внедряем, прямо делаем автоматизацию. То есть, например, если разработчик работает с секретом, то ему не нужно как бы самому заботиться о том, как это все подключить в свой сервис, как туда прокинуть его. Мы делаем автоматический инструмент, который там просто в переменное окружение все секреты достанет, и это, ну, как бы будет практически без каких-то трудозатрат от продуктовых команд. Это максимальная автоматизация. На самом деле, это такой самый хороший подход. Если мы можем что-то автоматизировать, то это лучше делать, потому что это самый простой способ внедрить какую-то технологию, какой-то новый подход, чем заниматься таким евангелизмом и там постоянно что-то рассказывать и продвигать технологии. Но там, где это невозможно, мы проводим воркшопы постоянные, тренинги и так далее. А вот, кстати, история про тренинги. Ты сейчас рассказал про вот эту корпоративную историю, про то, как вы обучали по сути дела людей голенгу, а это было какое-то онлайн обучение или оффлайн обучение, то есть вы как какой-то курс записали и как это вообще было устроено. Просто, ну, очень интересно. Это, по сути дела, корпоративный университет в некотором смысле внутри Авито. Да, на самом деле это было сделано несколько этапов. Сначала мы разработали сам курс, подготовили все материалы, затем мы пилотно этот курс провели на трех юнитах в Авито. Вот, и после этого мы как раз совсем недавно записали это онлайн, то есть теперь это будет доступно полностью в видео и мы просто это все шарим на всю компанию, а уже по каждому блоку из этого курса мы проверяем задания практически, которые мы даем и даем фидбэк, отвечаем на вопрос. В итоге оно перетекло онлайн. А вот эта история, что оно перетекло онлайн, это все закрыто, все еще закрытая история или это снаружи любой разработчик может прийти и посмотреть этот курс, поучаствовать в нем? Ну, конкретно этот курс это только внутри Авито, если говорить про GoLang, это закрытый курс, то есть он наружу мы его не записывали, но любой разработчик в Авито может его посмотреть и задать нам какие-то вопросы. Ну, то есть цель разработчика попасть внутрь Авито, потом послушать курс GoLang. Отлично, хорош план. Просто очень интересно, как правило, у любой компании, когда она становится определенного размера, есть постоянно определенная текучка и хочется набирать людей с правильными подходами, с использованием каких-то технологий, с правильной культурой и вот эта история про то, что люди шарят свой опыт, например, через выступления на конференциях, через митапы, в том числе через курсы, которые они внаружи выкладывают, вот эта возможность распространить свою культуру, чтобы как можно больше людей попало под ее влияние и чтобы было проще, так сказать, набирать людей. А здесь как бы такой половинчатый путь сделан. Вы сделали все, ну, то есть вы сделали курс, вы его опробовали, вы его записали, вы его сделали, оформили онлайн, да, и не дали его людям. Это как-то вот немножко как бы странно. Ну, на самом деле мы его записали вот буквально в прошлом квартале и еще, возможно, мы его выложим полностью в паблик. А мы будем следить, кстати, за этим, уважаемые подслушиватели. И как только он появится, мы обязательно об этом расскажем в наших подкастах. Я уже записал. А, ты уже записал. Вот, Ваня уже все, поставил галочку, все. На самом деле у нас сейчас много различных образовательных инициатив, в том числе и снаружи. Вот конкретно я сейчас преподаю в том числе студентам из МАИ. То есть мы там читаем курс по высоконагруженным системам. В общем, мы всячески там продвигаем свои технологии и там шарим экспертизу не только внутри Авида, но и снаружи. Слушайте, а вот такая же инициатива с точки зрения безопасности существует? Да. Потому что там какой-нибудь мейл-рассылка какая-то внутри компании. Да, да. У нас тоже есть курс по безопасности для простых пользователей. То есть мы их учим там элементарным вещам, там тоже как им быть со своими паролями, не обязательно корпоративными вообще, как им жить более безопасно, как им там переходить, не переходить на неправильные ссылки, когда можно, когда нельзя открывать там всякие файлы, вложения и прочее, и прочее. То есть у нас есть просто базовый курс по безопасности для пользователей и у нас есть курс специально для разработчиков. Расскажи немножко подробнее вот в курсе для разработчиков, что вы там тоже какие-то ну совсем базовые вещи, там фильтруете ввод пользователей, я уже не знаю. Ну в целом да, но он более структурированный, там у вас в топ-10, к сожалению, я его не читаю, его читают тоже продуктовые направления, поэтому я не совсем в теме. Но в целом это, кстати, очень круто, что у компании есть как бы специализированные курсы для разработчиков. Есть какой-то, кстати, вот я, если представить, есть какой-то курс молодого бойца, то есть человек пришел, мы точно его берем, и потом он должен пройти курс 1, 2, 3, или это как бы по желанию? Сейчас есть инициатива по записи такого специального маленького вводного курса, где каждый по своему направлению пишет короткое видео буквально на 5 минут. У нас вот, по-моему, 2 или 3 всего таких видео уже записано, вот, наверное, архитектура, по-моему, сделала. Да, я как раз записываю, на самом деле, такой стандартный подход, онбординг называется, то есть когда человек приходит, он сразу же попадает в компанию, у него огромная, конечно, новая технология, каких-то инструментов. Глаза разбегаете, это, конечно, ему сложно так все понять, что здесь происходит, куда я вообще... Кто эти люди, да. Да, вот конкретно сейчас мы записываем такие маленькие видео, это буквально там 5-10 минут, которые вводят там в каждую какую-то область, там мониторинг, это там может быть деплой, это может быть там разработка, такие мини-видео, которые позволяют быстро войти в тему. Вот, они на самом деле уже есть, те, кто приходят, их смотрят. Вот, такой подход. Ну, шикарно, слушайте, ну, мне вот, возвращаясь к контексту безопасности, давайте, знаете, такой холиварный, не холиварный, но тема... Смотрите, вот были там монолиты, все хорошо как-то пили, сейчас куча сервисов, все отдельные команды, мы вроде бы пытались как-то так обсудить, вот там, что надо там, крыш-курс такой для разработчиков, да, но вот все равно интересно, какие сейчас вообще, вот, Сергей, наверное, к тебе больше вопрос, такие, какая основная боль вот в теме вообще контроля и мониторинга вот этой самой безопасности, да, вот межсервисное взаимодействие, потому что, ну, хорошо, там, сказали поясним, что, ребята, да, пароли надо, не надо хранить там, да, в открытых файлах, в Гите хорошо, они хранятся теперь, значит, где-то в переменных, но есть какие-то практики для, там, значит, разработчиков, как не надо, там, не знаю, точкой Геты в базу сразу нефильтрованной отправлять, но все равно остается проблема и коммуникации, как вот вы пытаетесь с точки зрения безопасности за всем вот этим вот зоопарком следить. Основная наша надежда как раз на секьюрити чемпионов, ну, плюс всякие системы мониторинга, их никто не отменял. Естественно, мы там собираем логи, где-то их анализируем, как бы, мы как продуктовая, ой, мы как платформенная команда, продуктовая команда, у них свой набор инструментов, они тоже там где-то внедряются в код, гоняют какими-то там статическими анализаторами, там, у них там dependency injection, еще что-то, то есть, ну, инструментов много, и я даже не знаю, про какой лучше рассказать. Не, ну, я к тому, что, в основном, понятно, какие-то технические инструменты для этого есть, и они, в общем, никто их не отменял. Да, естественно, да, мы их по-прежнему в основном сами поддерживаем, то есть, часть мы вынесли на уровень команд, но, естественно, на нас тоже остается много инструментов, мы там занимаемся сертификатами, и вот, лог-менеджментом, и всякими там инцидент-менеджментами очень хотим заниматься, вот это все, как бы мы планируем на себя оставлять и дальше продолжать именно в этом направлении. Сергей, а вот ты где-то вот в середине разговора обмолвился, что, ну, и я думаю, что некоторые из наших послушателей знают, что вы используете у себя кубернетис. Ну, так сложилось. Да, да. Естественно, да. Да. Соответственно, у вас, соответственно, сейчас еще и с парольчиками все там стало совершенно замечательно с внедрением, так сказать, всех необходимых вещей от HashiCorp. Вопрос, а вот, когда мы, ну, развещаем огромное количество микросервисов внутри кубернетиса, там, естественно, возникает интересная история про то, что мы где-то их разместили, и мы иногда даже не знаем, где. Ну, то есть, в смысле, с точки зрения, как вот, с точки зрения мониторинга вот происходит, с точки зрения мониторинга безопасность, потому что немножко другой мониторинг. Ну, во-первых, мы всегда знаем, потому что у нас есть доступ. Ну, не мы как безопасность, да, а мы вот просто как компания, как администратор этой системы, естественно, мы знаем. Во-вторых, у нас просто в отношении кубернетиса применен тот же самый подход. У нас просто проанализированы риски, да, у нас есть специальный даже безопасник, который занимается кубернетцем, то есть, выделенный на это направление человек, который хорошо занимается, который хорошо разбирается в кубернетце, эксперт по кубернетцу, бывший, собственно, системный администратор, ну, и нынешний тоже. Он по факту, как бы, системный администратор тоже по профессии, и он просто сел, проанализировал как следует все риски, выделил самые важные и уже с этой проанализированной моделью пошел, собственно, в архитектуру, потому что основные риски в основном к исправлению нужны на их стороне и мы с ними просто постоянно взаимодействуем и где можем, стараемся по одному риску закрывать, выбираем самый важный, решаем с ними, как мы в ближайшее время будем его закрывать и закрываем. Это анализ. А вы какой-то ведете такой, я не знаю, реестр рисков, условно говоря? Да. А в чем ведете, какими инструментами пользуетесь для этого? Пока это эксельские таблицы в Google Docs, но мы планируем специальные системы для риск-менеджмента, они тоже существуют. Я думаю, можем отдельно потом как-нибудь собраться, когда у вас уже внедрение произойдет. Это третье наше направление, лучше зовите человека из того направления. Понятно, да. Хорошо. Вообще, на самом деле, интересно, вот эта вот оценка рисков готовых систем, это настолько большая и сложная и, с другой стороны, интересная тема, что... Вот я говорю, поэтому нужно отдельно собираться. А у вас нет какого-нибудь блога на Хабре, я не знаю про это? Это было бы действительно тоже круто. Компании блог на Хабре есть, но статей на эту тему там сейчас нет. Вы планируете? Я нет. Отлично, да. Ну, а, кстати, если... Опять же, риск-менеджментом занимается другой человек, у нас третье направление, есть GRC, да, Governments Risk and Compliance, по-моему, так оно шифровывается, и на него тоже выделен специальный человек, который ходит, драйвит и занимается вот этим всем. И у него тоже свои планы в этом отношении вплоть до перевода вот этой нашей эмпирической экспертной оценки, которой мы там сами какие-то очки составили, в настоящие деньги. Вот именно в то, сколько вы потеряете, если что-то произойдет. Ну, на самом деле, вот мы сейчас упомянули, Ваня очень грамотно, грамотно зашел, так сказать, в Хабр. Вообще, вы сегодня выступали, и у вас есть доклады, а есть ли какие-то другие источники, ну, то есть, что мы можем, нашим пользователям предоставить в виде там ссылочек, еще чего-то, например, презентации, видео или статьи по темам ваших выступлений на конференции. И смежно. Да, у меня есть на самом деле. Я где-то примерно полтора, может быть, два месяца назад в Краснохабр писал статью по теме с Истио, как можно начинать разворачивать свой сетап с Истио. Вот, мы отлично, мы ждем от тебя ссылочку, чтобы положить ее в шоу-ноты к этому подкасту. Я даже запишу себе. Ну, во-первых, вы можете добавить ссылочку просто на корпоративный блок на Хабре, у нас есть корпоративный блок. Это не спортивно. Там много интересных статей, в том числе моя, хоть и не по безопасности, но не менее, как мне кажется, интересная. А про что, кстати? У нас есть разработка собственная, моя практически личная разработка, это StatsDemon со сложным названием, мы зовем его Bio. Это сервер агрегации метрик. Слушай, а расскажи, это интересная тема. Ну, там можно много прочитать в статье, в ней практически все рассказано, но если вкратце, у нас была проблема... Пытается конвертировать подслушателей подкаста в читателей блога. Молодец, молодец, да. Пятерая, пятюня. Да, если у нас есть англоязычные слушатели, она переведена на английский на медиуме, приходите на медиум. Молодец даже. Собрал все, что мог, да. Но суть в том, что у нас наш тот демон агрегации метрик, который был, StatsD сервер, он нас не устраивал по всем параметрам, мы там использовали решение, которое называлось Brubik от GitHub, и мы в какой-то момент просто решили написать свой и просто запиливать туда то, что нам нужно, потому что GitHub сам Brubik поддерживает только в том, что GitHub самому было бы полезно, и в основном они его не принимают, то есть они там, они два года его не поддерживали просто, вот вообще было тихо в репозитории. Потом что-то вот началось там где-то зимой этого года, но так тоже достаточно тихо началось, и к тому времени мы уже запилили свой сервер и просто разрабатываем сейчас свой. Это интересно. Слушайте, ну, ссылочку ждем обязательно сразу после записи этого подкаста, мы тут контактиками обменяемся, естественно. Да, добавим. А мне еще вот как раз, мы тут упоминали уже Kubernetes и всякое остальное, да, Саша, ты как раз рассказывал про Istio, вот расскажи немножко про это, и вообще тема вот эта сервис-меш, которая сейчас такой базворд, наверное, один из популярных в направлении DevOps, вот как бы что это и зачем, и кому оно нужно? Да, на самом деле сервис-меш действительно базворд, и многие могут понимать под ним разное, но если так говорить, как бы общее определение, то это, по сути, еще один слой на нашу сетевую инфраструктуру, то есть мы берем и начинаем контролировать абсолютно все сетевые взаимодействия, то есть все, что у нас происходит внутри кластера, мы все это перехватываем, весь трафик абсолютно, и применяем на него какие-то правила, то есть мы можем его там переставать, например, направлять из какого-то узла в другой, мы можем делать какие-то умные балансировки, мы можем делать, например, трейсинг, то есть мы хотим, например, понять, кто именно с кем взаимодействует, мы хотим понять, как это эффективно делается, да, сколько быстро и так далее. Мы внедряем специальные еще такие демоны, специальные сервисы к каждому нашему микросервису и получаем возможность как бы с одним кусочком логики снимать абсолютно всю трейсинг-информацию и управлять трафиком внутри кластера. Ну вот я тоже, когда смотрел, немножко изучал вот этот, в том числе исти, вот, сказать, что это такое, конечно, вот очень сильно подкупает, там, с точки зрения безопасности, да, то, конечно, когда у тебя много кластер, много нот, много сервисов, вот просто настраивать ручками, там, словом говоря, правила фаервола, это нереально, это вообще нереально, да, и тут, когда у тебя ребалансировка на лету, что-то под него, и что-то где-то упало, идея уйти на уровень именно сервисов, как вот, ну, компонентов, как продукты, как бы, да, кто, какой сервис, с кем должен взаимодействовать, и неважно абсолютно, где он задеплоен, а вот просто мы знаем, что сервис А должен ходить только в сервис Б. Очень подкупает, да, очень как бы классно. Но вот отсюда дополнительный слой абстракции, да, ты должен ставить там эти несчастные, значит, там, сайт-кары, которые у тебя везде на каждом сервисе висят. С одной стороны, это неизбежное усложнение просто архитектуры деплоя, ну, в разы больше компонентов. Как вы, вот, как здесь трейд-офф, ну, то есть вы для себя все же решили, что плюсов у этого подхода больше, чем минусов, да, вот расскажи. Да, на самом деле, однажды мы просто понимаем, что нам нужен такой компонент, потому что у нас появляется новый класс проблем, когда у нас большое количество микросервисов, да, я бы так сказал, может быть, где-то 100 плюс, мы начинаем понимать, что управлять таким новым распределенным монстром уже очень сложно, и понимать, где именно вообще происходят проблемы, действительно сложно. Поэтому нам нужен какой-то инструмент, который позволял бы нам это решать. Да, сейчас, конечно же, этот конкретный реализации, такие как Istio либо Linker D2, они достаточно дорогие в плане внедрения, то есть они, конечно, опенсорсные, но по тому количеству ресурсов, которые они дополнительно используют, это достаточно дорого. Но, тем не менее, если у нас уже есть такой класс проблем, то мы вынуждены его решать, и сервис-меш-система как раз это позволяет делать эффективно и комплексно. Ну и в конечном счете, я думаю, в ближайший год-два, в итоге многие компании придут к этому решению и будут его использовать. Слушай, а насколько, ну вот так, я, конечно, понимаю, может быть, сложно сказать, там четкие цифры, да, но просто интересный порядок, насколько проседание по ресурсам, когда ты ставишь на каждую сервию дополнительные вот эти вот, значит, там, не знаю, прокси, сайткары, как они там называются, просто потому что банально, если у тебя там высоконагруженный систем, то даже с точки зрения ресурсов, да, экономия один-два процента может вылиться в существенные, так сказать, к конечному счете, там экономическую выгоду либо там убыток, да, как бы здесь вот. Да, тут сейчас надо смотреть на конкретные реализации. Если мы говорим про Istio, я рассказывал тут подробнее в докладе, тут есть сейчас архитектурный момент, что есть проблема прямо в Istio, и в каждом сайткаре мы сейчас получаем весь серверс-дискавери, всего кластера. В итоге мы... По идее-то нафиг не нужно. Это очень много. Да, очень много, и это не нужно, но в текущем дизайне это сделано так, то есть в будущем, скорее всего, это будет переделан в ближайшее время. Но сейчас, например, на наших размерах это примерно 300 мегабайтов оперативной памяти оверхеда, и это огромный такой оверхед. В итоге это там несколько физических нот, плюс... Просто плюс на это заведрение. Да, да. В итоге получается, вот прямо сегодня, если мы говорим, это действительно дорогое заведрение, то есть это дорогое заведрение как и по ресурсам на то, чтобы это все установить и развернуть, так и с точки зрения железа. Но когда эта проблема будет решена, на самом деле сам, например, NVProxy, он очень легковесный, как по оперативной памяти, так и в том числе и по потреблению CPU, все, оверхед там небольшой. Ну, это довольно новый инструмент, мне кажется, просто они сейчас немножко отшлифуются как-то. Я так понимаю, вот ты, может быть, лучше знаешь, расскажи вообще, кто стоит за вот этими всеми подходами. Ну, а Istio-то, насколько я помню, IBM или кто-то оттуда, откуда-то пришел? Istio, да, это такой open-source, открытый продукт. Там много людей из различных компаний, которые выделили чисто на поддержку этого продукта. Это и IBM, это Red Hat, это Google. У каждой из этих компаний выделен определенный набор разработчиков, они разрабатывают систему. Плюс это, конечно же, большая комьюнити, в том числе и мы, если видим какие-то проблемы, присылаем патчи, пытаемся как-то законтребьютировать к нему. А на чем там в основном написано? Тоже на Go, очевидно, или как сейчас модно писать все в девупсе? Да, да, Istio, это GoLang, полностью GoLang, и он использует единственное, что setcar-контейнер, по дефолту это NV-прокси, это такой прокси достаточно молодой, вот если ему всего несколько лет, он написан на C++ от компании Lyft. Ну, на самом деле, Envoy это уже действительно такой стабильный инструмент, если нужен балансировщик нагрузки, прокси-сервер, то это хороший сервер, который мы уже используем в продакшене. Слушай, а я правильно же понимаю, что в принципе, поскольку там в том числе он балансировщик, там HTTP, то в принципе он снимает, ну, все-таки как бы в плюс, в плюс этому подходу. Вот если у тебя там раньше там типичные, скажем какие-нибудь инжинксы в качестве балансировщиков, которые там HTTP2, HTTPS, HTTP2 терминейтили, дальше же, значит, проксировали там чистые запросы. В принципе, все эти же проблемы могут решаться в том числе и этим прокси, просто чтобы не усложнять архитектуру. Правильно я понимаю? Да, они могут. На самом деле, Envoy по дизайну был сразу же предназначен для динамических сред. То есть, например, если мы говорим, сравниваем его с инжинксом, у инжинкса в бесплатной версии есть такая проблема, что он не конфигурируется на лету. То есть мы можем изменять конфигурацию, но затем должны его зарелоудить. У Envoy по дизайну этой проблемы нет, то есть он сразу же может получать всю конфигурацию с помощью API и настраиваться. Ну и, конечно же, в том числе весь функционал под терминацией SSL, различная балансировка и так далее, это все есть из коробки и можно использовать вместо инжинкса. Слушай, а ты, кстати говоря, упомянул инжинкс, инжинкс и инжинкс юнит. Вот эта же штука, как раз, мне кажется, про это, что ты на лету можешь динамические эндпоинты настраивать, рассказывать кому, куда, чего. Ну, на самом деле, я инжинкс юнит особо так подробно не смотрел. Насколько я помню, это вообще application сервер, то есть он предназначен для запуска какого-то уже софта типа там Python vsgi либо там... Ну да, Python, но что-то еще там не умеют, да-да-да. То есть это не универсальный прокси сервер. Ну все же да, да. То есть это уже конкретная там реализация, которую мы используем. А вопрос про Istio в production. Можно каких-нибудь цифр, то есть вы давно это используете, вы многим клиентам это рекомендуете, я не знаю. В production мы Istio не используем до сих пор. На самом деле, если говорить про Istio, в production в мире, насколько я знаю, сейчас никто не использует его, за исключением внедрений, например, в Google Cloud Platform. Плюс еще вот сегодня мне пришло письмо от Red Hat, они сделали поддержку в своем пасе Istio. Но на самом деле это очень такой молодой продукт, который предоставит большое количество возможностей, но до сих пор еще не обладает той стабильностью, чтобы его использовать в крупных компаниях полностью в продакшне. Это, наверное, как вот Docker, когда он появился, все про него говорили, о, это круто, это круто, значит, все его только там в девелопменте, значит, юзали, пробовали, а в продакшне, ну, в продакшне мы по старинке, так сказать, так вот здесь примерно такая же даже как концепция молодая еще, мне кажется, просто даже в принципе сервис Меш сам по себе, он, наверное, поэтому еще и базворд только-только появился, все про него говорят, но, понятное дело, никто не делает. Istio это просто один из первых таких более-менее стабильных решений, и, ну, не знаю, просто еще никто не... Это только первые шаги, это только первые разработки, да, которые вот появились, и что-то из этого уже можно хотя бы пробовать внедрять. Слушай, а мне вот интересно, ты вот как с точки зрения безопасности, как смотришь на вот этот еще один уровень абстракции над сервисами, оно не вызывает какого-то такого вот там чувства тревоги, я уже не знаю? Ну, если конкретно для наших секьюрити требований, то нам даже наоборот лучше, потому что мы как раз те риски, которые у нас описаны, мы сможем покрывать именно за счет сервис Меш, и у нас сервис Меш даже описан именно в модели как решение некоторых проблем, потому что сейчас мы просто закроем много вопросов типа аутентификации сервисов между собой, типа как раз запрета сервисам там всем ходить ко всем, потому что это тоже потенциальная проблема, которую мы видим, и здесь риск гораздо больше, чем какой-то баг в Istio, который мы решить сможем там просто пересборкой докер-контейнера один раз на всю инфраструктуру. Ну, да, естественно, естественно, ТЛС, естественно, там сертификаты и все остальное, ну, то есть много секьюрити проблем в том числе решается на уровне сервис Меш. Слушай, интересно, то есть здесь как противоборство двух сторон, мнение у тебя одновременно, то есть с одной стороны недоверие, это новая непонятная пока технология, которая не получила широкого распространения, с другой стороны она закрывает кучу дыр в безопасности. Ну, естественно, да. Мне кажется, просто еще до конца не изучено, что на какие подводные кайи у меня она в себе таит, потому что мы же все понимаем, что не может быть универсального решения. Новые велосипеды чаще всего с квадрата выходят. Да, 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 да. Просто мы еще не найдем. Ну, потом напильником аккуратно, аккуратно довести его нужно, да, да. Кстати, тут много раз уже у нас в подкасте упоминался, собственно говоря, GoLang как язык для разработки, а вот насколько большой объем сейчас разработки ведется на GoLang внутри Авито? Ну, сейчас, если говорить про микросервисы, то большая часть микросервисов написано на GoLang это там больше минимум 50% написано на GoLang вот по остальным технологиям это Python и PHP вот если говорить про Monolith, который все еще живет, он полностью написан на PHP, там, естественно, нет никакого GoLang вот, но микросервисы как бы мы стараемся писать полностью новые микросервисы на GoLang вот, но бывают ситуации, например, когда логичнее вынести какой-нибудь кусок большой бизнес-логики из Monolith в отдельный микросервис, но также на PHP чтобы не переписывать, не тратить большое количество времени ну, просто переиспользовать уже как бы существующий какой-то бизнес-код работает да, все понятно слушайте, ну вот мне кажется, мы, в общем, большое поле покрыли и можем потихонечку потихонечку закругляться ссылочки от вас, Сергей Александр мы, конечно же, ждем чтобы нашим подслушателям соответственно их предоставить а на этом мы будем с вами прощаться уважаемые подслушатели до скорых встреч пейте кофе пишите Jo Пока-пока. Всем пока. Пока.